здесь бизнес вела нет ни одной презентации ни одного такого телефонного звонка я всю свою команду которая у нас у нее есть версию сделала сама за твою вот это самостоятельно за то что ты такая сама выгружала поздравляет и сама мне говорит я вижу твою боярку я хочу в себе в команду именно такого человека мне не хватает такого человека никогда вручали этот значок маркетинг директора и вот такая вот такой ежедневник с очень дорогой дорогим автографом баян видишь она свое то что ей подарили саванна первого торта аминат действительно понимаешь что вот так она создается история любой компании наших каких-то смешных ситуаций сколько было всевозможных где-то недопонимание так далее мы все растем учимся друг у друга как строить команды как общаться между собой что надо быть лояльным где-то мудрым где-то жестким и так далее надо быть у нас гранным разным потому что можно сказать это у вас предприятие и в подчинении находится огромное количество людей но это не твои подчиненные твои равноправные партнеры которыми ты строишь свой бизнес действительно это так все смешно ходить по гостям и радоваться жирный соком или не жирный сколько там ели козы а когда вот есть вообще другой людей ценности начала часто посещать поликлиники 6 утра идет там до обеда как на работе в очередь там же реально в очередях на очередях надо сидеть и это медицинская карта растет и получается понимаете фокус у человека вообще в другом направлении сейчас у меня ничего не болит все нормально она бодренькая и просто жажда жизни появилась у человека смысл жизни у нас же многие пенсионеры что делают два месяца кажется звонила чё дал даже не стал ни в какой не подписывал надо подписаться на чё случилось твои твои дали один человек не хватает я говорю как не хватает вы грустите один человек подписаться надо обязательно раз уж данная думаю данная то не глупый человек я думаю не глупый человек очень такой умный за и против значит раз уж данная там она знает что нигде не проиграет думаю ну раз уж данная значит ладно пиши Я говорю, что жарить, тогда пиши мне тоже. Я так ничего не умею, отправила, говорю, на, разберусь дальше потихоньку. Я тоже оказалась в инкрузисе. Но еще не ездили никуда, сын хочет, страшно. Мама, когда мы поплывем? Мама, все такие блатные, без нас поехали. Восемь человек они поехали в Америку. Мама, мы когда поплывем, они уже там плавают, они в бассейн. Карл Дрэблл сторис там. Сол, я тоже планирую. Куда планирую? Бай-эм блед надо, бай-эм блед. Бай-эм блед. Я не могу, бежать мне забить, чтоб перелеты были нормальные по карману. И чтоб мы нормально отдохнули, биражер дгюр келли гуру. Баракой, наверное, собрались. Бай-эм блед, брыжак кобарткелер мы здесь наложился. Сол, потихоньку я начала сама тоже привлекать. Да, что мне нужно. Бай-эм блед дана мелькей, без революции. Но я хочу, что мы должны дать дана мелькей, без революции. Она говорит, что у меня мама не хочет, как он говорит. Другие. И в ладу с ними и в себе. Я тоже. Это нормально. Нет. Дану, когда послушал, мне отрогать надо. Пусть лучше Дану послушает. Так сладко рассказывает. Ну, видите. Главное, видите. Возди каждый день. Я какому сладко рассказывала. Унайда. Не сомневайтесь, девочки. Кто не подписался, подписывайтесь. У меня есть свой кабинет, у меня есть свой салон красоты. Поэтому сказать, что у меня не было денег и не было возможности путешествовать, надо бояться Аллаха. У меня были эти возможности. Но когда Дана пришла ко мне на процедуру и Леша сказала, ты знаешь, там какая-то тема про путешествия. И можно вообще даром путешествовать. Блин, это слово все зацепило. Как так? Я столько трачу с каждым годом. Теньги падают. Надо столько работать, чтобы вывести свою семью в пять человек. Почти всегда я путешествовала почти полностью всем составом моей семьи. Сколько лет? И это слово меня зацепило. И я пошла на презентацию, которую провела Зарина Кабдегали. И я поняла одну вещь. Надо подписать пять человек. Вот правда. Первое, что я поняла, надо подписать. Никакие структуры, деньги меня вообще не волновали. У меня есть свой бизнес. Меня он устраивает. Я работаю, я зарабатываю. Я доктор. Я уважаема. И поэтому я поняла. Пять человек подпиши, путешествуй бесплатно. Я позвонила своим подругам. И забыла, что я им предложила. Звонит моя подруга Алиас Магурова. Мой маркетинг-директор говорит. Слушай, куда же надо было подписаться? Где там твои путешествия? Ой, подожди, я сейчас сама подпишусь. И вот так я 20 мая 2018 года подписалась в эту компанию. Сразу за мной в этот же день пришла Алиас Магурова, Гульдана Викитая. Две мои фальшивые подруги. Они обе в моей команде. В моей команде в настоящий момент три маркетинг-директора. Гена Ратишева, Шнарс Здыкова и Алиас Магурова. И как-то так получилось. Я подписала пятерых девчонки. Так как не было фокуса ни на каком маркетинге. Я выпала на 7 месяцев. В один день звонит мне Дана. Говорит, слушай, сама твои люди растут. Ты становишься маркетингом. Я говорю, как? Он говорит, давай, тебе там 2-3 человека осталось. Ты становишься маркетингом. И вот это слово, оно как-то так. Ну раз оно само-то идет. Ну давай, я подписала двоих по-моему. И стала так маркетингом. Только потому, что люди, которые внизу меня, им нравилась эта идея. Другие получились. Им нравилась идея. Нет, вот вообще вот Ишнар и Алия. Алия мой первый маркетинг-директор. Она одна подписала 30 человек. Да. Мой директор, который подписал 30 членов клуба. Только потом у нее подписались партнеры. Да. То есть 30 путешественников. Она из своего окружения. Она сама любит путешествовать. Стиль жизни такой. Несколько раз в год путешествовать. И девчонки стали так продвигать, что я выросла в маркетинг-директора. На самом деле легко. И вот это как-то вот задало тон. Ну, слушай, ну раз оно идет, значит это твое. Тебе же нравится. И на первое свое путешествие я копила 10 месяцев. Вывести семью 5 человек. Я вывозила и думала, хоть бы мужу понравилось. Хоть бы вот это вот все сложилось. Хоть бы этот корабль был. Хоть бы туда запустили. Хоть бы им понравилось. Я приехала. Мы приехали рано. В 8 часов утра. Заселение в 2. Я еду такая. Думаю, поехали, поехали. Всем своим говорю. А сама думаю, хоть бы запустили. Хоть бы. МСС фантазия. И мы приезжаем. Они говорят, да конечно. Добро пожаловать. Гуляйте. В 2 часа каюта будет готова. Вы пока пойдите покушайте. Это вообще что-то такое. Что все условия. Мы там посмотрели. Я смотрю так мужу. Глазки. Мы пошли в буфет. Покушали. Все вкусно. Красиво. Большими этими лотками лежит еда. Там бургеры. Дети сразу туда побежали. Я смотрю на мужу. Что нравится? Нравится? А он такой вот. Нифига себе. За 100 долларов столько всего. Команда моя. Вот из 5 человек. Моя семья. Да. Отдохнула за 100 долларов. В 8 дней. В Средиземное море. А вы в смысле 100 долларов доплатили сверху? Нет. 100 долларов. В месяц по 100 всего. Нет. Я подписала аж пятерых. И 10 месяцев ждала. Чтобы поехать. Чтобы вы один раз 100 вложили на все. Да. Да. И вот компанией с 5 человек. У трое детей. Вот мы с мужем отдохнули вот так вот первый раз. То есть. Он? Нет. Она зашла как парнию. Я зашла как парнию. А за 300 долларов. Да? Получается. Ну это же франшиз. Отделяю от этого. А франшиза. Я за 100 долларов положила. И франшиза купила. Пятерых подписала. Франшиза как бы отделила просто. Больше 100 долларов не вкладывала. Ааа. И за 10 месяцев на 5 человек круиз бесплатно. Да. Я 2000 круизных накопила. И поехали мы всей семьей вот. И мы приехали. Простая каюта. Она. Нам сделали апгрейд. И у нас была комната с балконом. Представляете? Утром выходишь на балкон. На перилах так соль оседает с моря. И вообще такой кайф. Там хочется спать. Морской воздух. Йод. Ребенок мой поехал с абсолютно ангиной. Я же не могу сказать. Ты оставайся. У тебя ангина. Сола урубала она. Да. Вперед. Мы в круиз. А там знаете. Вот первый день в море. Вот поспала. Да. И раз все прошло. Спишь с открытым балконом. Такая красота. Вот это вот не описать. Да. Вот всю ночь балкон открыт. Мы ездили в мае месяце. Было очень тепло. И конечно вот первые впечатления. Вот всегда говорю. Первый круиз это как первая любовь. Кто-то говорит. Ой твой МС там не очень новый. Но нам было настолько кайфово. Настолько все классно. В этот раз были на новом Норвежио. Я говорю. А МС наш был вот такой-то. Ты всегда хвалишь свой первый круизный лайнер. Который ты увидел. Потому что такой уровень обслуживания девочки. Когда у тебя личный официант. Он тебя каждый раз встречает. У нас был там официант Джон из Гондураса. Мой муж там знает, не знает это английский. Там вплоть до сколько у тебя детей. Где твоя семья там. Мужчины же вот быстро с таксистами, с официантами разговаривают. Настолько ты влюбляешься. Эти дискотеки ночью. Я говорю. Надо пойти хоть снять хотя бы. Я вообще там не успеваю. Я устаю. Пока все. За 25 лет совместной жизни я не знала, что мой муж любит такой активный вид отдыха. Потому что когда мы ездили в Турцию. Там даже в Испанию. Он говорит. Ой мне все надоело. Хочу домой. Три дня спит. Через три дня он начинает мне просто ныть. Он просто начинает ныть меня. Когда окончится. 10 дней много. Надо было 7. А тут он. А пойдемте туда. А пойдемте сюда. Оказывается он любит подвижный вид отдыха. Каждый день что-то, чтобы было новое. И сейчас говорит. Надо поехать туда. Где много там исторических всяких памятников. Вот так прошел наш первый круиз. Второй круиз. Это был мой круиз вот в Америку. И посещение GoPro.